Аллоха! Рад приветствовать вас, криптовалютчики, и это мое последнее видео по поводу проекта Fanfare. Сейчас открыт их лайтпейпер. Я вам в двух словах напоминаю, что Fanfare это платформа, которая объединит обычных юзеров, создателей контента и брендов в единую систему, где бренды смогут использовать пользовательские видео для привлечения новой публики, для вознаграждения пользователей токенами. Ну, в общем-то, создавая дополнительный интерес всех сторон. Чтобы не быть голословным, друзья, видите, вот в левом нижнем углу есть уже ссылочки на iTunes, на Google Play, на Openbox, можно скачать приложение Fanfare, в котором более 200 тысяч пользователей и познакомиться с ним. Кто же это дело все придумал? Я рассказывал, что в 2016 году в конце родилась идея, а в 2017 году продукт был уже реализован и набрал 150 тысяч пользователей. Винсент Лим, это соучредитель и SEO данного продукта, специалист в сфере медиа и развлечений, опытный предприниматель. Майкл Чуа, режиссер, у которого множество наград, вы можете почитать в зарубежных СМИ, кто он такой. Бенни Фанк, инвестиционный стратег с большим опытом работы с разнообразными инвесторами. Джеральд Тен, бизнес-стратега, предприниматель. Кеннет Энджи, это SEO проекта Канзен, агентство по разработке в сфере IT. Шон Анг, руководитель УМИКС, человек, ответственный за дизайн, основатель проекта Канзен, имеющий огромный опыт проектирования. Можете посмотреть, что такое Канзен. Дон Кли, старший инженер, все тут понятно, разработчик объемных систем данных для соцплатформ и платформы e-commerce. Кристель Цанг, медиапродюсер, специалист по электронной коммерции и цифровому маркетингу. И Кельвин Ко, вице-президент по маркетингу, специалист из Novotek. Эдвайзеры проекта, тоже рекомендую вам с ними ознакомиться. Дэвид Дрейк, основатель и председатель LDG Capital, основатель и партнер Soho Loft Media Group, советник таких известных проектов в мире криптовалюты, как Войпауэр, Поймф и Нага. Вольф Кал, профессор юридического факультета Святого Томаса, стратег, блокчейн-специалист Ральф Луи, председатель совета директоров AFT, специалист по ICO и блокчейну Габриэл Мори, советник по электронному ICO в MTV Mobile в Японии. Ну, видите, серьезные-серьезные советники. Бен Тап, Йонг Му Ли, работавшие с крупными компаниями, которые проявили себя на мировом рынке. Вот, например, Алекс Куэйн, технический советник в сфере блокчейн, работал в OneShares, Ethereum и EOS. Ну, Neo, Ethereum и EOS это топ-10 криптовалют мира. Поэтому в нем сомневаться не стоит. Стратегические партнеры это Brighton Management Limited, Julian So, специалист по развитию бизнеса, Кевин Тан, старший вице-президент и Джеральд GM. Ну, а также у них есть партнеры LDG Capital, о котором я рассказывал, Soho Loft Media Group, Aethering, Novatec, Leman Bush, крипто пара Haber и Mirch Media. На всех есть ссылки, вот вы можете точно так же, как я, пооткрывать и, друзья, посмотреть, кто здесь есть, кто. Кто такие LDG Capital, Soho Loft и прочие. Также у них мощный юридический консультант Denson's Roddick. Что ж, я думаю, на этом все. Следите за фанфэр, читайте новости, подписывайтесь на соцсети, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!